Всем приятного! Я завтракаю. На завтрак у меня была рыбная котлета и морковка тертая. Как я люблю морковку в любом виде. Тертую, вареную, жареную, любую. Налыпилась морковки. Поехала по делам. Порой в сети попадаются вот такие ролики, которыми с одной стороны вроде как хочется поделиться, а с другой стороны непонятно как их комментировать, избежав банальной риторики. У нас настолько все, как мне кажется, очевидно, что я предпочитаю просто их выводить здесь и посмотреть на ваши комментарии и понять насколько мнение и реакция подписчика совпадает с моей собственной. А в чем ты себе отказываешь? Ну в смысле там вино или что-то сладкое? Жень, я себе вообще отказываю всю жизнь. Жизнь во всем. Если бы я себе не отказывала, вряд ли бы я так хорошо выглядела. Ну то есть ты волевой, да, человек? Жень, волевой. И выпить люблю, и погулять люблю, и поесть люблю, и потанцевать люблю. А знаешь, вот с этой публичностью, популярностью, а ты приобретаешь еще вторую сторону медали. Ты знаешь, когда тебя все узнают, ты не можешь себя вести, как не подобает звезде, как кажется, какой-то придумали канон, как должна себя вести звезда, женщина, понимаешь, люди. Если ты, не дай бог, как-то там не очень выглядишь, ты там не накрашенная вышла, или там устала, или кто-то тебя сфотографировал, все укладывается в интернет, потом все обсуждается. Ну, я такой человек, что я вообще не обращаю на мнение других людей, если честно. Не обращаю. Стараюсь. Я, знаешь, я как уже такой покрылась оболочкой, от которой все это отталкивается, потому что вначале переживала, обращала, сейчас уже научилась. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда-24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Среди гостей моего проекта Правда-24 была целая категория дам, скажем так, которых мои продюсеры величали в поющие трусы. Речь идет не только об участницах девичьих коллективов и певицах, но и о молодых актрисах, и не только молодых. Кстати, которые не отказывались себе в удовольствие записать альбом-другой. Больше, что я должен сказать, мне кажется, это несправедливо. Я всегда и говорил коллегам, что это не очень справедливо, потому что по своим морально-нравственным качествам и по интеллектуальным способностям они не уступали самым матерым режиссерам или каким-нибудь заслуженным писателям. Просто это такая доля тяжкая у красивых женщин, что их, во-первых, по молодости все пытаются употребить по прямому назначению, а в принципе вот держат чаще всего за дур. И считают, что карьеру они делают исключительно. Каким местом? Я не знаю, я в эти нюансы не углублялся, но заметил, опять же повторю, что многие из них, если не большинство, они не страдали таким снобизмом, как матерые деятели культуры, особенно если мы говорим про театральный мир. И они бесспорно всегда радовали зрителей, а меня порой еще и удивляет. Такого злиств нельзя, говорят, что давайте сюда зверем на кошек. У нас традиции, мы пристраиваем бездомных кошек зрителям. Давайте несите сюда животное, вот мы его покажем и о нем что-нибудь расскажем. Сюда, 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 сюда. Вот видишь, такой, еще раз, как зовут его? Мотя. 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 Мотя, вот такой мотя у нас. Такой и откормленный мотя, я хочу сказать. Ну знаешь, он в теле мужчина, он ухоженный. Да, ухоженный. Ух ты, ух ты, он достаточно такой. Может, может, для себя поставить. Вот как раз он с характером. Да, да, это, я считаю, плюс. Конечно. А ты с характером? Ну, я думаю, что любой человек, который добился чего-то в этой жизни, того, чего хотел и мечтал, это, в принципе, человек с характером. Потому что не всегда все дается легко, не всегда вот так ты прям раз и хочешь того, того, того. Поэтому я считаю, что я с характером, да. Да, да. Ну, человек, который прошел 18 лет профессионального спорта. Жень, ну как может быть без характера? Как? Тебе больше 18? Да, мне 19 с половиной. Скажи, а ведь это же не первый твой дуэт, у тебя же были какие-то дуэты. У меня был дуэт с Аршем, мы пели на море, а вместе с ним, это моя первая, в общем-то, такая работа была, когда я ушла в сольное плавание после группы «Блестящие». Потом, конечно, было очень много дуэтов для каких-то специальных проектов, новогодних, или еще, к себе, с Петросяном очень мы любим петь, у нас прекрасные, веселые дуэты получаются, с Колей Басковым, в разных сказках новогодних я принимала участие. Но вот, наверное, с русским исполнителем такой глобальный дуэт, который так вот обширно пошел в массы, наверное, это первая моя работа. Странно, что это ведь, я правильно понимаю, что это не Маликова песня при этом? Он же у нас прежде всего композитор, как бы казалось бы, да? Кто автор? Ну, а мы специально вот хотели, чтобы это была не Маликова песня, мы эту песню нашла моя продюсер Алена Михайлова, она очень трогательная. То есть мы хотели, чтобы мы были немножко другие, чтобы не Димка, который сам все написал как-то в своем стиле, то есть она получилась, мне кажется, очень необычной, очень душевной, очень красивой. И вот когда у Димы был юбилей в Крокусе, он отмечал, мы презентовали впервые вообще на публику эту песню, что классно, что я очень волновалась. На втором куплите люди уже пели, на втором припеве люди уже пели припев. И как-то так они улыбались, эта песня нравится, и для меня это очень важно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Самый мобилизующий момент, конечно, проекта «Правда-24» были не прямые эфиры, было, наверное, процентов 70-80 из общего числа всех передач, а именно коты. Коты, которых мы пристраивали зрителям. Иногда, кстати, даже и гостям передачи. Их привозили из приюта почти в каждый выпуск. Мы несколько сот животных за время существования проекта отдали в добрые, надеюсь, руки. Но каждый раз, каждый выпуск, это было как пользоваться терминологией персонажа Маши Кожевниковой из сериала «Юнивер». Полный пипец. Просто пипец. Это жесть, потому что животные в стрессе. Они линяют, шерсть летит в нос, в суши, в кофе, набивается в рот. И все время надо контролировать животное. Мне приходилось там все время придерживать, поглаживать. Иногда они сбегали седоковую, я помню, ловила по всей студии кошечку. Стресс был достаточно жесткий для приютского животного. И я помню Майкун, который был на одном из выпусков с Виктиком, просто обоссался в студии. Во время диалога с Кириллом Серебренниковым кот навалил меня на джинсы. О чем режиссер не применул тут же в эфире сказать на вашу, типа, кошечка насрала. Как будто я этого не почувствовал. Ну, естественно, капитализация животного упала, и его так и не удалось перестроить. Не всех животных брали, кстати. Там вот новокатание взяли три раза подряд, и я его взял себе. До сих пор мы не достаёмся с бастилией. Но песня совсем не о ней. О том, что присутствие животного и необходимость контроля, плюс прямой эфир, то есть жесткий отсчёт хронологический, часто меня уносилку в какой-то невостровало, в какое-то состояние, что я не понимал, о чем говорит гость, задавал вопросы, не попал. И, ну, хорошо, что были такие с чувством юмора и вообще чудесные персонажи, типа Леонида Ярвольника, которые это как-то обыгрывали. Но бывали всякие накладки. Но, как бы то ни было, я этот проект вспоминаю и скучаю. Хотя бы хоть какая-то польза была у нас журналистов. Животные находили хозяина.